Ленинский мемориал в Ульяновске – уникальный памятник истории, культуры, архитектуры, воздвигнутой во знаменование столетия со дня рождения Ленина и ставшей символом города. Это сооружение, не имеющее аналогов в истории, памятник советского модернизма. Фактически, именно здание Ленинского мемориала, гостиница «Венец» и целые эспланады, это было необходимо сделать для того, чтобы Ульяновск действительно приобрел статус международного, исторического, музейного и культурного центра. Не побоюсь сказать, что создание Ленинской мемориальной зоны, ее предыстория – это, в общем-то, целая битва, которую провел наш Ульяновский обком партии. Поражает скорость, с которой было возведено здание Ленинского мемориала всего за три года – с 1967 по 1970 годы. И неудивительно – строили его всем миром. 55 лет назад, в 1968 году, стройка Ленинского мемориала была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. В том же году по путевкам комсомола в Ульяновск приехало свыше трех тысяч молодых строителей. Страна посылала на строительство мемориала лучших в профессиональном отношении и лучших по человеческим качествам. Соревнование за право участвовать в строительстве было организовано в Ульяновске, глав Ульяновск строя. Ленинский мемориал занял площадь объемом в 133 тысячи кубических метров. Сооружение имеет форму квадрата со стороной 110 метров и высотой 34 метра. Он выполнял высокую миссию научного, историко-культурного, образовательного, эстетического центра Ульяновского края. Прошло свыше 50 лет, и мы сегодня ощущаем, что Ленинский мемориал – это своеобразный Кремль, который так можно называть в нашем городе. Он пережил самые сложные периоды в своей истории. И оказалось, что это здание, созданное, оно настолько было предусмотрено, многие вопросы, что оно успешно выжило во все эти времена. Вопрос о сохранении здания Ленинского мемориала был поднят практически сразу после его создания. Вы знаете, вообще сохранение объектов культурного наследия советского периода вообще и эпохи модернизма в частности – довольно новая история для органов охраны объектов культурного наследия. До недавнего времени у нас только Ленинский мемориал стоял на учете в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Он был поставлен на учет еще в советское время, в 1974 году, спустя 4 года после строительства. И долгое-долгое время, вплоть до прошлого года, оставался едва ли не единственным объектом культурного наследия вот этой эпохи, который был поставлен на государственную охрану. Ленинский мемориал в советское время был одним из самых посещаемых музеев страны. Он занимал фактически третье место в стране по количеству туристов после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно свыше миллиона людей приходило в музей мемцентра. Мы уникальны. Мы уникальны как город. Потому что у нас сохранилась, с одной стороны, деревянная застройка на большом участке, 44 гектара деревянной застройки, города русского, губернского. И на огромном пространстве сохранился памятник советского модернизма. И это не может не привлекать внимания. Потому что мы в этом отношении абсолютно уникальны. Поэтому туристический потенциал нашего города действительно не исчерпаем. Сегодня Ленинский мемориал закрыт для посетителей. Ремонтно-реставрационные работы на этом объекте начались в 2019 году. К 2025 году, к 150-летию со дня рождения Ленина, мемориал, к сожалению, не сможет принять посетителей, как планировалось ранее. Сроки сдачи вновь сдвинулись. Теперь объект планируют сдать 31 октября 2026 года. Об этом было сказано на Социальном комитете Законодательного собрания области зампредом правительства региона Вадимом Андреевым. Причина переноса связана с переносом федерального финансирования. Ни в коем случае не снимаем важность мемориала. Спасибо Федеральному центру за большую поддержку. Объект надо совершать. В ближайшие трехлетние перспективы 24, 25, 26 объект должен быть завершен, включая экспозицию. Это все-таки у нас флагманский объект. Подрядчиком проведения ремонтно-реставрационных работ в здании Ленинского мемориала по-прежнему является акционерное общество. Татарское специальное научно-реставрационное управление. На объекте Ленинский мемориал приведены в работоспособное состояние все инженерные системы. Сейчас идет их завершение определения работ. В полном объеме сделан, хотя это не наш контракт был, но в полном объеме сделан малый зал, в котором расположен орган. Выполнены все работы по фасадам. Восстановлен и отреставрированы полностью внешний вид данного здания. Также в процессе восстановления внешнего вида были ли изменены и системы внутреннего каркаса металлического данного здания. По словам директора подрядной организации, предстоят еще большие работы по внутренней реконструкции, реставрации зданий и созданию новой музейной экспозиции. Какие работы ведутся сегодня в мем-центре и что конкретно необходимо сделать, рассказал и показал главный инженер Ленинского мемориала Иван Борисов. Первым, куда мы прошли, стало в фойе большого зала на втором этаже. Здесь на полу в разобранном состоянии лежат окна. Специально для Ленинского мемориала они были изготовлены на Ульяновском авиазаводе. Рядом со створками аккуратно сложены все петли, нащельники, винты. Каждая деталь зачищена, загрунтована и покрашена пока одним слоем краски. После второго слоя краски все детали будут отполированы. Проектировщикам было принято решение окна не менять, а провести их реставрацию. Реставрация этих окон довольно-таки сложный и тяжелый процесс. Почему? Сами витражи представляют из себя алюминиевый профиль, который в свое время был покрыт при помощи анодирования. И процесс происходит каким образом? Разбираются сами створки фарамуги, снимаются с них все детали, разбирается полностью вся фурнитура. За более чем 50 лет физические свойства и структуры ментала не изменилось. Как мы видим, зачищенные от анодированного покрытия алюминиевые профили окон в хорошем состоянии. Объем работ предстоит огромный. Посчитайте сами. Панорамные окна находятся практически по всему периметру этажа. Две стороны по 70 метров и две стороны по 40 метров. А остекление есть на четырех этажах здания. Пока сделана лишь небольшая часть данных работ. Стекла останутся прежними. В настоящий момент они аккуратно закрыты бумагой. Перед сдачей объекта их обязательно отмоют и они заблестят как новенькие. Как отметил главный инженер МИМ-центра, реставрация занимает порой в десятки раз дольше времени, чем монтаж новых окон. Большой концертный зал тоже подготовили к ремонтным работам. Все кресла сейчас находятся в фойе первого этажа. Они все укрыты, скомпонованы по секциям и на каждой есть таблички с надписями, откуда они сняты. Амфитеатр, ложи или портеры. И какие конкретно ряды. Это в дальнейшем облегчит их монтаж. Ведь каждое кресло после химчистки вернется на свое место. Далее мы перешли в ту часть здания, где находится музей. Он занимает все южное крыло. Большинство экспонатов в настоящий момент перенесены в музейное хранилище. А недвижимые экспонаты герметично упакованы. Вот так, например, выглядит скульптурная композиция коммунисты, которая возвышалась напротив входа в музей-мемориал Ленина. Закрытый фанерный короб. Короб из себя представляет деревянный каркас, пропитанный противопожарной пропиткой. Два слоя фанеры толщиной 18 мм. Герметизация швов. Плюс сама фигура укрыта микалентной бумагой. Все в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по хранению и учету музейных предметов. На втором этаже подобным образом упакованы две диорамы Симбирска. Улиц Стрелецкой и Московской. Автор которых советский художник Ефим Дешалыт. Правда, конструкция здесь выглядит более сложной, поскольку диорамы включают живописные работы. А для них существуют более жесткие требования хранения. После того, как этот короб встал, на него смонтировали климатическую систему, которая уже обеспечивает постоянную температуру и, соответственно, постоянную влажность. Работает она круглосуточно, она не выключается. Как сказал главный инженер мемцентра, дежурный персонал Ленинского мемориала круглосуточно и без выходных отслеживает климатические показатели внутри короба. Так, температурный режим там должен поддерживаться в пределах 18-25 градусов, а влажность от 50 до 60 процентов. Все элементы поручни между этажами тоже тщательно упакованы. Это сделано для того, чтобы они не получили дополнительных повреждений. В дальнейшем их также будут разбирать и реставрировать. Основной экспозиционный зал на третьем этаже теперь совсем не узнать. Здесь полным ходом идут ремонтные работы. Все внимание строителей созредоточено на полу, с которого была демонтирована стяжка. За полвека она полопалась. Потом нанесли черновой слой керамзитобетона. Сейчас пол выравнивается цементно-песчаной стяжкой. Затем смонтируют финишное покрытие. Параллельно реставрируют потолки, где сняты все плафоны. Пока их просто загрунтовали. Следующим этапом предстоит сделать демонтаж старого освещения и монтаж нового. Также необходимо будет наладить систему пожаротушения. Стены тоже приводят в порядок. Старую потрескавшуюся штукатурку сняли и оштукатурили заново. Единственное, не обработали поверхность по периметру барельефов, завешенных пленкой. Это фронт работ других специалистов. Под пленку спрятано и 50-метровое мозаичное панно освобождения Симбирска, автором которого является народный художник России Юрий Боско. В фанерный корп спрятали электрифицированную напольную карту из рубинового стекла «Триумфальное шествие советской власти». Те скульптуры, которые удалось поднять, поставили на колесную базу. В планах подрядчика завершить все ремонтные работы в этом зале к концу следующего 2024 года. В той части здания, где находятся гримерные артистов, ведутся работы по замене и монтажу новых инженерных систем в соответствии с современными требованиями. Здесь видите, в этом коридоре, что смонтированы лотки для монтажа систем контроля доступа слаботочных сетей. Почему нужны лотки? Потому что большое количество проводов. На каждую дверь у нас будет контролироваться отдельная система контроля доступа. На каждую дверь приходят два провода. Один провод приходит на магнитный замок, другой на управление этим магнитным замком. А уже за этой дверью мы попали в северную часть здания. Она практически готова. Здесь отремонтированы и отреставрированы кабинеты. До Нового года сотрудники Ленинского мемориала планируют сюда переехать. Здесь уже полностью отреставрированы окна. На полу новый дубовый паркет. Стены тоже обновили. Отреставрирована лестница. Кстати, именно здесь на стенах сохранился в облицовке старый мрамор. Его отшлифовали и отполировали. Большая часть дверей были не просто заменены, а отреставрированы. Реставрированы и ламинированы панели четвертого этажа. Через этот этаж можно пройти в Малый зал Ленинского мемориала. Он же бывший конференц-зал общественно-политического центра. Несколько лет в нем располагался областной госархив. Здесь теперь размещен орган, который находился в филармонии. Но услышать орган зрители смогут только после окончательной сдачи объекта в эксплуатацию. То есть не раньше 2026 года. Ирина Антонова, Бахтияр Салтанов, Уллправда ТВ.